Пару раз в Танахе, в Ветхом Завете, встречается и цитируется книга под названием «Книга праведного» Сефер Гаяшар, книга Яшара или Яшера. По-разному произносится, на иврите это Яшар. И люди задаются вопросом, почему ее нет в Библии? Она цитируется там, почему же ее нет в Библии? В книге Иисуса Навина, в 10 главе, когда Иисус приказал Солнцу остановиться, и остановилось Солнце, и Луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Так, где же она? Почему этой книги нет в Библии? Я имею в виду, что в конце концов, у нас же есть ее экземпляры. Вы можете зайти в интернет и найти эту книгу праведного. Вы можете найти ее и прочитать. Почему же ее нет в Библии? Потому что ее не существует сегодня. Какая бы книга ни цитировалась в книге Иисуса Навина или в книгах царств, у нас ее нет. Вы скажете, нет, нет, она у меня есть. Нет, это не та книга. Это что-то, написанное столетия спустя. Подделка. То есть, эта книга, это не библейская книга праведного. Причина, по которой этой книги нет в Библии, заключается в том, что она не сохранилась. Она существовала. Была такая книга в древнем мире. И единственное, откуда мы знаем о ней, это потому что она упоминается в Библии. У нас нет ничего, нет остатков, нет ссылок, нет отрывков, нет надписей на камне, нет ничего из свитков Мертвого моря. У нас ее просто нет. Книга, которая существует под названием «Книга праведного», это известная, более поздняя подделка. В мире нет ни одного ученого в области древности, который бы считал, что это настоящая книга, которая цитируется в книге Иисуса Навина. Итак, причина, по которой в Библии ее нет, заключается в том, что у нас нет этой книги, и потому что Бог не желал, чтобы она была частью Библии, иначе Он сделал бы все возможное, чтобы сохранить ее. Если она однажды будет обнаружена, прекрасно, но по Божьей воле ее нет в Библии, и потому сегодня у нас ее нет.